Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Подскажите, как перестать контролировать парня мысленно из-за моей ревности? На деле мы свою ревность не показываем, так как бессмысленно, но мысленно взглядаем мы, где он что делает, как кто проходит мимо него. Ну что же, а здесь в первую очередь хочется сказать, что вы большая молодец, что, по крайней мере, фиксируйте это, по крайней мере, фиксируйте, что ревность это что-то разрушительное. Эм, конечно, конечно, я не знаю в этом смысле. Ну, то есть, я не знаю, вы пришли, вы пришли к тому, что это бессмысленно. Сами, да, или вот, ну, вот, так вот у вас как-то, ну, получилось, что вы, что вы, что вы к этому пришли. То есть, у вас, эээ, история такая она вынуждена, вот, или эта история все-таки больше про какое-то осознание. Суть в том, суть в том, что вам не нужно прямо-таки вот переставать контролировать, то есть, вам не нужно действовать в, эээ, ну, в таком, эээ, в таком ключе. Эээ, вам не нужно действовать в ключе, эээ, того, чтобы, ну, отказываться от, эээм, контроля. Потому что, обказ, желание прерывать это, эээм, ни к чему хорошему не ведет. На, ну, на самом деле. Эээ, вот. Вам, эээ, в этом смысле, лучше, конечно, просто посмотреть, эээ, на то, с чем, связан, такой вот, контроль. То есть, вам лучше увидеть, это страх, это, эээ, потребность, эээ, ну, желание, ээээ, ну, что-то доказать, самоцердиться. Это, эээ, проблема с самооценкой, эээ, с самооценкой. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ ну позиции, что мужчина там грубо говоря принадлежит только вам, например. То есть тут есть конечно свои моменты, этих моментов довольно таки много и так бы я сразу не стал бы говорить, что вам нужно отказываться от контроля, потому что контроль это в данном случае то, чего вы хотите. Поэтому я бы не смотрел в сторону того, чтобы отказываться от контроля. Я бы смотрел в сторону именно того, что за ним стоит, я бы смотрел именно в сторону того, что вас мотивирует, соревновать, что лечит в основе ревности, так скажем. Вот. И дальше уже от этого бы как-то отталкивался. Вот. То есть ревность есть свои основания. В частности, например, то, что вы возводите в абсолют гендерную составляющую ваших отношений. То есть это вот история как раз про то, как вы воспринимаете своего парня. То есть вы видите его, например, как того, кто просто вам принадлежит, например. Ну, как мужчина, да. Вот. Но вы не видите в нём, например, личность. То есть личность, которая хочет быть счастливой. Личность, которая может быть счастливой. Личность, которая имеет... Ну, имеет, скажем так... Ну, имеет право быть счастливой, да. Вот назовём это так. Вот. То есть вот такого как будто бы вы не видите в своём молодом человеке. А почему? Почему вы не видите? Ну, вы не видите только по одной причине. Потому что этого же вы не видите в себе. Вот. То есть, ну, сложно относиться... Сложно относиться к человеку. Как-то сложно относиться к человеку как-то, Когда вы не видите этого в себе сам, если вы в себе сам этого не видите, а вы этого не видите, то безусловно. Поэтому нужно, на мой взгляд, менять отношение к себе, делать его более ценностным, более, скажем так, глубоким. И, соответственно, постепенное отношение будет меняться. И очень очевидно, что у вас есть какая-то травма. Совершенно очевидно, что есть какая-то травма у вас. Вот, вы, соответственно, ну, вы эту травму сейчас пытаетесь оккупировать, вот, ну, вы стараетесь ее оккупировать изо всех сил в данном случае. Вот, через контроль, да, через еще какие-то моменты, что это происходит, но это не помогает. Вот, это нормально, потому что, ну, с травмой так вот. А, с травмой так не работают. К сожалению. К сожалению, с травмой так не работают. Поэтому, да, вам нужна помощь, в этом смысле. Вот. Вам нужна помощь, вам нужна поддержка, чтобы этот момент прожить, пережить, вот. и воспринимать, как, что-то такое, вот, вполне, ну, адекватное, скажем так, да. То есть, неприятное, но адекватное. Ну, как-то так, как-то так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать с собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Удачи.